Ты себя чувствуешь, если ты имеешь самолюбие, идиотом. Ты бы на месте Мартынова поступил бы точно так. Правильно. Так я в данном случае не защищаю Лермонтова. Я как бы его даже обвиняю. Ты говоришь, дурак, Лермонтов. Да, так сам наплесил. В чем он дурак? В чем он дурак? Он продолжал в силу своей гениальности призвительно относиться к... К нормалу. Он призвительно... Конечно, призвительно, если он обсмеял его за... Шинель, офицер, поздравляю. Мартынов, в принципе, не заслуживал. Лермонтов сам, как я понял, напросился. Напросился. Лермонтов его оскорбил. Если бы это было наедине, может быть, и произошло бы наедине. Но это было... В данном случае я самого Лермонтова обвиняю в том, что он так отнесся к самому себе. Понимаете, он не имел права так вот. Потому что Мартынов не заслуживал того. Он, в принципе, был нормальным человеком. Вот если сравнивать историю Пушкина... И вот только бабушка. Он был мальчиком, который рос при бабушке. Он был в Тарханах. В Тарханах у тети Иры, сын, женился на Наде, которая из Тархан. И она там, в Тарханах, говорит, до сих пор есть потомки людей, которые знали потомки. И это передается так же, как легенда, жизнь Лермонтова, каким он был мальчиком. Он в деревне. Он рос у бабушки, у садьбы. А рядом была деревня. И у него не было общения, кроме деревни... У Лермонтова, я имею в виду. Кроме вот этих. Он с крестьянами. Он демократический, когда ребенок был. А когда уже пошло, как говорится, его становление, учебу, бабушка его отправила. Но он достаточно до юношеских годов в Тарханах был и оставила себе впечатление, так сказать, не понебратства, а просто не было у него ровесников, не было у него только любящая его бабушка, которая, когда привезли его хоронить туда, то она выплакала, она слепла. Она выплакала, она не могла никак смириться с этой. Она сама воспитывала. Мать в три года умерла. А отца она не разрешала контактировать. Ужасная судьба отца и сына в разлуке жить и рожанно умереть. Он о мужском, в этих строках. Чувствуешь, Лермонтовская? Тоска об ужасной судьбе отца и сына. Так вот, что ты говоришь, что Лермонтов... В чем его глупость? В чем ты его обвиняешь? В воспитании? В небрежном, вот ему или скучно стало, в небрежном отношении. Вот он как игрался с судьбой, я не знаю, сам напрашивался на какую-то... Вот он не имел права, да вот даже гений обладает, он не имеет права распоряжаться так своей жизнью, понимаете? Вот я с чего начала разговора. Послушай, а этот еврей, который, ты говоришь, были признаки математической гениальности, что он? Он хотел, чтобы его влупили? Это общество ваше? Он вундеркинт. Это ваше общество, а ты при этом какую позицию... Ха-ха-хи-хи. Ха-ха-хи-хи. Послушай, ты сейчас осуждаешь самого себя? Да. А-а-а. Дело в том, что есть гений, а есть вундеркинт. Вундеркинт – это человек, который... Ему природа, Бог там кто-то дал какие-то особенности, чтобы стать гением. Но он ничего не стал гением. Он только имеет возможность. Ему возможность дали не для того, чтобы он спички считал на столе, а для того, чтобы он созидал. Он пока еще ничего не создал. Он пока что халатно отнесся к тому, что Бог ему дал, понимаете? Но он еще не... Он... Понимаете, о чем я говорю? Он еще не гений, он никто. Я поняла тебя. Я тебе добавлю из жизни Александра Тимофеевича, когда я разбираю его сейчас документы и географии, он всю жизнь был обижен, что когда я тебе говорила, он поступил в училище пятого года, которое раньше это было императорское художественное училище, и он на базе львовского художественного. Вовко поступил в институт, а он поступил в это время выше на базе художественного. И три курса он окончил, документы. Директор просит освободить от армии талантливого, способного, трудолюбивого студента, который показал себя с наилучшей стороны, и дать ему окончить. И не дали, его забрали. И в то время забрали на четыре года. И он стал терять каждый день, он делал плакаты, он, ну, знаешь, что художник в армии. И если он там портрет рисовал, он полностью за четыре года деквалифицировался. А в это время перевели училище в училище. Короче, он последний год уже в Ленинградском, Питерском, после армии поступил. И он псу под хвост потерял вот это высшее образование. И четыре года, он говорит, деградации в армии, потому что он не имел возможности. А все его художники, имея высшее образование, занимали, и когда Миша отдыхал, все, о, Ивонина, знали, как студент, я по-новому. Вот эти книги есть у нас, которые пишут в семье, и мы по-дружески к Саше, ко мне, к Мише по-хорошему относились, и только знали, что это Ионя. Потому что Володя сказал, такого чувства света, врожденного, откуда в деревне, можно сказать, не в городе, может быть, небольшой, где он родился, у них в роду никого не было художника. Это Бог дал ему видение, у Саши было цвета. Он только и делал, что с детства везде, где можно было, рисовал, рисовал, рисовал. И он, благодаря тетке, мать умерла, отец задавила его поезд, уже недорожник, еще до рождения Саша. Его тетка воспитала и дала возможность развиться его способностям, которые, как он мне говорил, он йод, перед тем, как его забирают в армию, позор правительству, которое берет в армию студентов. Он читает горького высказывания, позор правительству. Так о чем ты говоришь? И ты, как человек, и правительство, как общество, как относятся к таланту? Плохо относятся. Равнодушно относятся. Равнодушно. Наплевать каждый. Наплевать. О чем я и... Вот с самого начала я и говорю, что как только ты видишь гения, и у тебя есть какая-то возможность, ты должен дать ему возможность творить, понимаете? Здесь я на сто процентов согласна. Гений сам себя пробивает, несмотря... Вот не нашел. Первое, что мне Ивонин сказал, он, как говорится, влюбился в меня в Доме пионеров, на три месяца его судьба забросила, с первого взгляда. Не знаю, что, кто. Вот я шла по лестнице, он внубился и сказал, это будет моя жена. И он, уже когда узнал, я его все равно, он через неделю наше знакомство, когда я его привожу и говорю, вот Ира у меня, это, о, так вы были замужем. Но это не имеет значения, уже поздно. Мне так смешно. Вадиха, а вот скажите, Миша знает вообще, вот то, что вы сейчас рассказываете? Он об этом знает? Нет. Никогда. Вы знаете, вот я, как я жалею сейчас, что я с родителями не поговорил в свое время. Я вспоминаю, вот мог бы поговорить, и сколько бы интересного я мог узнать. Так что вот спасибо вам, что вы сейчас это рассказали. Теперь не только я, и Миша будет знать об этом. Ну, я тебе скажу, что у Миша, когда ему было годик, врач поставили, у него диагноз порог сердца. И Ира, ну я, Саша, Ира, три человека. Что, Миша? А что это делаешь?